Я трагиния, навеяна наукой. Все, кто со мной давно, уже знают о том, что я, во-первых, обезвание переводчиков. И каких только теорий перевода мы не проходили в моем первом вузе. Напомню, это был американский вуз. Но, тем не менее, среди переводчиков считается престижной вот этой вот темой и историей, когда ты заканчиваешь уже отдельные какие-то курсы, которые дают свой сертификат, что ты вот там такой-то переводчик. Ну и когда-то, естественно, я заморочилась, я уже темой медицины болею давно, в общем-то. И, соответственно, я заморочилась приобретением отдельного сертификата медицинского переводчика. Это были американские курсы, замечательные, потрясающие, до сих пор. Я о них очень тепло вспоминаю, потому что они очень много дали. И к чему я, собственно, об этом говорю? Потому что на этих американских именно курсах мы огромное количество внимания и времени тратили на то, как должен вести себя доктор, сообщая, допустим, плохие новости. То есть, если он обнаружил какое-то неизлечимое заболевание, как этот доктор должен об этом сообщить? И невероятное количество внимания доктора в Америке уделяют тому, как и что они говорят. То есть, там протоколы тоже действительно прописаны, и там существуют определенные шаги, как это все нужно делать. Ну, естественно, так как я переводчик медицинский на тот момент была, я должна была тоже проходить все эти этические всякие истории про то, как не навредить человеку, сообщая, допустим, плохие новости о плохом заболевании, о длительном лечении или о чем-то еще. Ну, уж тем более, сообщая новости о смертельном заболевании. Печально, кстати, что когда я работаю с нашими докторами, которых тоже, конечно же, очень уважаю, ценю, я нашу медицину тоже очень люблю. Да, то есть, разбираться в ней тоже безобразно и интересно, мое любимое словосочетание. Ну, работая с нашими докторами, я частенько вижу и слышу от них, что они слышать не слышали о таких подходах, которые я там рассказываю вот из американского вот этого вот всего, да, номенклатуры, грубо говоря. Собственно, почему я об этом говорю еще раз? Потому что есть в мире такое интересное явление, как ятрогения. Дословно, как бы, да, оно переводится как ятроз, это же у нас врач, а дни это рождение. То есть, это некое нечто, порождаемое вмешательством доктора. Ну, большинство энциклопедий сходится на одном мнении, что это некое ухудшение физического или эмоционального состояния человека, связанного с абсолютно непреднамеренными, да, может быть, вмешательствами доктора или, в общем, медицинского персонала. Но, на самом деле, термин был введен давно, и только на сегодняшний день огромное внимание уделяется реальной ятрогении. Что это такое? Ну, я напомню, что у нас сейчас с вами было видео недавно про эффект нацебо и плацебо. Напомню, да, ссылочку оставлю. Напомню, что вот плацебо, мы в него не верим, когда нам дают пустышку, нам становится лучше, да, хотя это нам очень факт, где-то существует. А вот нацебо это наоборот. Это когда какое-то сказанное слово плохое воспринимается нам настолько глубоко, нашим подсознанием, что, грубо говоря, включается программа самоуничтожения. Видео об этом я оставлю, там тоже было несколько медицинских историй. Все внизу под этим видео в инковоксе. Так вот, соответственно, это ухудшение эмоционального или физического состояния, спровоцированное медработником, может случиться из-за, ну, там, разной степени интенсивности, да, может быть неосторожного высказывания врача, может быть действительно каким-то браком медицинской работы, да, то есть есть такой термин «брак медицинского вмешательства», да, то есть когда оказана какая-то некачественная услуга. Возможно, даже когда проведены неправильные манипуляции, да, неправильное оперативное вмешательство, неправильное выполнение каких-то процедур. И все это порождает у человека вот это вот состояние ятрогения. Ну, чтобы усугубить, да, картину, как мы всегда это дело любим, скажу, что ятрогения, она внесена на самом деле и в МКБ, и в ДСМ-4, и в ДСМ-5 будет тоже, да. Это такие реестры, сводки, грубо говоря, болезней психиатрических и психологических всяких разных отклонений. Ятрогения туда внесена, и на самом деле изначально ятрогению как раз-таки прорабатывали именно психиатры. Что наблюдается в этой истории, да, то есть вы понимаете, что пошел человек к доктору, и от самых, ну, как бы незначительных историй, да, просто человек боится доктора. Ну, вот у него какой-нибудь врожденный там страх уколов, да, и это же, естественно, психическое, психологическо-эмоциональное состояние, да. И вот когда он идет к этому доктору, ему делают этот укол, ему не становится легче от этого укола, ему становится только хуже. И все это как бы именно спровоцировано тем, что у человека вот развивается ятрогения, да. То есть вмешательство доктора для него не лечебное, а вот именно губительное, разрушительное и так далее. Может быть хуже, да, когда, допустим, какое-то неверно сказанное слово врачом воспринимается человеком как постановка прямо вот терминального диагноза, и, как я уже сказала, включается проблему на самоуничтожение. Человек понимает, что что-то не то, начинает хандрить, начинает, да, заболевать в физическом смысле, в общем, доводит себя действительно до, ну, в общем, очень плачевных состояний. Вот то, что я упомянула, разовью эту мысль, я очень на многих докторов и ведущих, да, подписана. И это интересные молодые доктора, которые, в общем-то, уже лечат совершенно по-другому, они имеют совершенно другой просветленный разум, да, скажем так. То есть это не какие-то там 50-летние давности, да, истории, а вот очень-очень современные. Все, да, на крае развития науки. Частенько эти доктора бывают где-нибудь с рубежом, стажируются, да. И очень приятно, что многие из них обращают на сегодняшний день внимание на ядрогинию. И, допустим, помните, мы говорили, да, про то же бесплодие, когда мы разбирали эту тему. Вот очень многие доктора считают, что на сегодняшний день про бесплодие уже говорить, как бы вот если нету, да, там каких-то реально серьезных патологий, вообще не стоит. И лучше даже не вмешиваться. И одна доктор рассказывала, она как раз о кушер-гинеколог, она рассказывала о своей пациентке, которая к ней приходила, и там несколько лет мы с мужем не могли забеременеть. И, в общем, она, пациентка, она считала, что у нее все уже, да, то есть все очень плохо. А вот эта доктор, она как-то ее подбадривала, говорила о том, что, ну, вот там, то сделайте, то сделайте, и все, и не приходите ко мне больше. Ну, то есть человек профессионал, он видит, да, что никаких патологий нет, что тело в основном в голове. И потом, спустя какой-то период, когда она не появлялась в клиниках, не ходила туда себя, раздрай психологически себе не делала, она пришла уже потом к доктору, собственно, с беременностью, и, в общем, была невероятно счастлива. Ну, собственно, вот, да, доктор рассказывал о том, что очень часто нужно просто убрать всяческие воздействия, организм все-таки знает, да, как находиться в балансе, если в нем все нормально, если не развиваются каких-то уже очень патологических процессов, и все выведется, в общем-то, в нужное русло. В общем, нейтрогини делятся, они, конечно же, классифицируются, и это еще одно доказательство того, что медицина повернула свои очи в эту сторону и зрит сегодня, да, в то, как эти нейтрогини можно классифицировать, ну, и, соответственно, как с ними можно бороться, да, чтобы вы понимали серьезность вопроса, это не только в голове, но это может быть еще и связано потом уже с вполне физическими проявлениями. Значит, есть у нас такой отечественный хирург, Далецкий, он, собственно, выделил или подразделил эти нейтрогении на следующем виде. Собственно, нейтрогения – это общение, это вот в традиционном смысле, когда сказано что-то, и человек зацикливается на этом, и ему становится только холм, да, усугубляется его физическое состояние. Есть нейтрогения элементарная. Это когда имеет место быть некое нерациональное питание больных, и оно, конечно же, да, связано как-то, является следствием возникновения, развития заболеваний. Да, то есть что-то где-то там неправильно прописали, что-то где-то не так сказали у человека, да, нарастает какое-то неправильное такое питание, ну, и, соответственно, оно усугубляет болезнь, да. Получается, что процесс стартует, как бы, в нашей голове, а наша голова потом делает неправильные действия, ну, и, соответственно, состояние усугубляется. Медикаментозная нейтрогения, она в основном связана с побочными действиями лекарственных препаратов, с разными аллергическими реакциями, да, с язвом желудочно-кишечного тракта и так далее. Здесь тоже такая палка в двух концах, потому что, с одной стороны, это может быть реально неправильно назначенное, да, вот лекарство, которое вызывает всё вот это. А иногда бывает, что человек не хочет лечиться, да, то есть он не хочет, допустим, принимать вот именно данное средство, медикаментозное, у него запускаются реально физиологические реакции, вот аллергические, да, вот там, естественно, язвы уже давно доказаны, да, что это психосоматика. То есть тут такая двойственная история. Манипуляционная нейтрогения, она обословлена как раз-таки вот инвазивными уже диагностическими методами. Это когда делают разные биопсии, эндопсии, да, эндоскопии и тому подобные вещи. То есть, опять же, человек идёт, он волнуется, ему тревожно. Если, да, из-за того, что он будет делать какую-то процедуру, он идёт её делать, она, естественно, для него жутко неприятная, болезненная. Ну и после неё, да, он как бы вот замыкается, чувствует себя, грубо говоря, там, не знаю, выпотрошенным или что-нибудь ещё, и, соответственно, опять запускаются болезненные процессы. Дальше всё по нарастающей. Наркозно-реанимационная нейтрогения, она связана уже с осложнениями, которые возникают после, да, вот этих всяких анестезиологических реанимационных действий медперсонала. Туда же относится остановка сердца, дыхание, повреждение мозга и так далее. Опять же, да, всё очень серьёзно. Когда человек хочет жить, вот эта вот история тоже постоянно всех докторов слышала своих, да, о том, что если человек хочет жить, там, доктор на неё посмотрит, думает, ну, уже не жилец. А он хочет жить, и он, естественно, выкарабкивается, этот человек. Это вот как раз-таки другая, да, в противовесии трагедии состояния. А бывает наоборот, что человек, попадая в какое-то медицинское учреждение, он настолько его боится, он настолько его не любит, он отторгает, да, место всем своим сердцем. И что происходит? Он таким образом мешает процессу, да, то есть вот своими реакциями, он мешает процессу того, чтобы этого человека спасали. Естественно, включаются опять же разрушительные процессы. То есть здесь может быть, как опять же ошибка реального доктора, когда, да, что-то случается, это расстраивает человека ещё больше. Ну и, в общем, случается то, что нужно прилагать больше усилий для вытаскивания этого человека с того света. А иногда человек сам, да, настолько тревожен, настолько нервозен, настолько враздрае, вот когда попадают в больнички, что, собственно, его эти эмоции, должна быть некая холодность, рациональность, когда ты идёшь лечиться, да, соответственно, тогда будет больше успеха. А ещё лучше, конечно, быть положительным настроемым это делом. Дальше всё усугубляется. Хирургическая этагения – это когда реально случаются процессы ошибочные в проведении хирургических вмешательств. И это тогда, когда реальная операция была проведена неправильно, об этом сообщается пациенту. Ну и, естественно, радости это совершенно не добавляет. Ну и уже и лучевая этагения – это последняя в данной типологии история. связана именно с патологическими реакциями при повышенной дозировках рентгенских лучей разного излучения. Это уже при всяких онкозаболеваниях, да. Когда, по естественной медицинской ошибке, получается неверная дозировка. Опять же, она наносит реальный физический бред человеку. Ну и, естественно, опять же, лучше ничего у человека в этой жизни не становится. Ну и, конечно же, Лурия, наш Александр Романович, он тоже был очень озадачен ятрогениями. Напомню, Лурия, он является отцом нейропсихологии в нашей стране. Он был очень влиятельен. К сожалению, политическое устройство того времени не давало ему, да, в полную силу проявить свой талант. И, на самом деле, он переписывался с Оливером Саксом, да. Тоже все знают, у нас есть на канале книжка Оливера Сакса. Он очень знаменитый такой был. Британского происхождения американский невролог. По его книгам сняты фильмы. Книг у него очень много. Они невероятно интересные. И Сакс первым стал пропагандировать подход, вот, очень чувственный, очень чуткий к пациенту. Рассматривать его не как набор симптомов, да, а как личность, как носитель определенных, там, характеристик, там, да, души, памяти и так далее. Да, то есть он смотрел на человека как на человека, а не как на мешок с болячками. И вот наш Лурия тоже, в общем-то, пытался культивировать такое же отношение в нашей стране. Они переписывались, общались, у них было очень много общего. Ну, и, конечно же, наш талантливый Лурия очень много сделал для нашей медицины. В том числе и для института Бехтерева, да, то есть его разработками пользуются до сих пор. Мы до сих пор его изучаем, да, везде. То есть там бездомная бочка, есть книжка, очень знаменитая, читали все. Маленькая книжка большой памяти, где Лурия рассказывает о своем пациенте, который мог запоминать все и везде. Очень интересная книжка, рекомендую всем почитать. Там даже, по-моему, сто страниц нету, она малюсенькая, но невероятно дающая толчок о чем-то подумать, да. О том, что вот мы иногда там говорим, вот, была бы у меня там сумасшедшая память развитая, это было бы так круто. Не всегда это круто. И все тоже будут делать видео отдельное про маргиналов, да. Ну, маргинал – это страшное слово у нас в культуре, сразу какие-то мысли страшные про эту тему. А в мат-статистике маргинальность – это что? Это крайние значения, удаленные от нормы, да. То есть есть та самая куполообразная шкала или куполообразная функция. И вот все то, что по левую и правую сторону, называется, собственно, маргинальными отклонениями. Вот, собственно, когда вы супергений, это называется тоже маргинальное отклонение. Ну и в обратную сторону, когда вы супернегений, это тоже называется маргинальным отклонением. Так, собственно, любая маргинальность, то есть любое ультрированное качество, даже в сторону плюс, оно может вызвать некую проблематичность. Ну, в общем, отвлеклась интересными книжками, ссылки оставлю, все почитайте, посмотрите. Собственно, он выделял еще тогда просто два типа итоги. Он говорил о том, что первый тип характеризуется тем, что пациент не имеет серьезного органического заболевания, но скорее функциональное расстройство. И, собственно, неправильно понимаются слова врача, принимается в болезнь за неизлечимую тяжелую и, в общем-то, скатывается в болезнь. А второй тип определяется именно уже как наличие у пациента тяжелого заболевания, который усугубляется вслед за неосторожными словами врача. То есть первый тип – это когда человек полностью здоров, но реально неправильное слово доктора, запускает какие-то цепные реакции в организме болезненного характера. А вторая – это история уже когда болезнь таки наличествует в организме данного индивида. Ну и какое-то вмешательство со стороны доктора его только лишь усугубляет. Вот та типология, которую мы рассмотрели выше, она как раз-таки была именно вот когда болячка есть, есть некое вмешательство, и оно это дело все усугубляет. Что я хочу до вас, дорогие мои зрители, донести в этом видео по поводу я-трагинии? Конечно же, я не хочу и не берусь даже судить сейчас про статус медицины, про то, какие там дела делаются, какие там ошибки есть, каких нет. Мы все прекрасно знаем, что в медицине существует огромное множество ошибок. Есть даже, да, сведения, которые ведет ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения. Они все это дело фиксируют обязательно, конечно же, да. Ну, по крайней мере, все доходящие до них ошибки медработников. Существует абсолютно печальная статистика, да, по поводу того, что там до двух миллионов людей с лишним умирают от неверных действий медперсонала. Есть сведения о том, что каждую минуту один человек умирает, да, из-за неправильных действий врача. Мы все это сами не будем судить, мы отнесемся к этому просто как к наличествующему чему-то. Но я хочу еще раз на своем канале всегда подчеркнуть ту самую важность психологии, нашего психологического настроя на все то, что нам предстоит пройти. И мы все, да, в определенной степени, на определенных этапах нашей жизни являемся клиентами медицинских учреждений, да, то есть мы все всегда являемся пациентами, и существуют очень разные отношения к медицине. Чем больше, да, мы адекватны, чем мы рациональны, чем более мы спокойны, тем, в общем-то, есть больше шанс пройти через разные медицинские манипуляции с большим успехом. Чем больше мы тревожны, чем больше мы опасаемся, чем больше мы чего-то не знаем, тем, конечно же, мы повышаем риски, ну, собственно, нетрогений, и уж, конечно же, да, мы повышаем риски того, что что-то может пойти не так. Просто потому, что у нас нестабильное эмоциональное состояние. Мы должны прекрасно понимать, что любое лекарство, любое, вообще, любое манипулирование с вашим организмом и здоровьем, оно ложится ровнее и дает более плодотворные результаты, когда вы позитивны, спокойны хотя бы, да, положительно настроены, а не когда вы, там не знаю, колотитесь в нервозе, в неврозе, что называется, да, когда нужно сначала успокоиться, а потом уже лечиться. Ну, и, конечно же, здесь очень важна осведомленность, и тут возникает другой вопрос, да, есть в английском языке такое понятие, как cyberchondria. Это вот как есть типа хондрия, а не вели киберхондрия, да, то есть такое абсолютно тоже известное всем понятие, когда человек начинает, на одном считается в своих диагнозах чего-нибудь в интернете, естественно, поймет, что все это у него есть, что ему осталось жить два дня, так он сам себе диагноз ставит, и это все, естественно, тоже усугубляет. Осведомленность нужна, но осведомленность нужна другого характера. Это должна быть качественная осведомленность, желательно изучить их материалов, да. Есть болезнь такая, да, то есть, ну, в кавычках, третьего курса медицинского возраста студента, это когда студенты начинают изучать всякие вот эти вот патологии и находят абсолютно все у себя, в первую очередь, ну, и потом уже у всех, кто их окружает, да. Это, на самом деле, естественно, тоже когнитивное искажение. Это все неправда, такого быть не может. Ну, и, опять же, вернусь к началу, с того, с чего я начала, на тех курсах, которые я проходила. Я сама, мне посчастливилось, в кавычках, да, тоже, быть клиентом в Америке, когда я жила, а я была в больничке там, и меня вот это вот очень радовало, то есть, я проверила на правильность, на правдивость, да, все то, что я изучала на курсах медицинского переводчика, там существует такое положение, что когда человек попадает в медицинское учреждение, и ему пристают какие-то процедуры, ему дают прям целую весистую такую тетрадищу, где расписаны все процедуры, все с ней будут делать. И дальше все, конечно, оставляется на усмотрение человека. Если он, как бы, вдумчивый такой, да, читун, за читун, как я, червячок книжный, то он идет и все читает, и он, в общем, идет на процедуру абсолютно подготовленный, понимая, что с ним там на этой процедуре будут делать. Другие, конечно же, выбирают не читать, кому-то неведение, в общем-то, спокойнее, чем это ведение. Ну, так вот, собственно, там существует такая практика, что всегда дают распечатанные листочки в папочке, которые прям пошагово рассказывают, что может быть и чего не может быть. Причем, читая все эти проспекты, я видела, да, очень важные вещи. То есть, допустим, не знаю, при хирургическом вмешательстве обязательно прописываются плюсы, которые человек приобретает после нее, и обязательно прописываются риски. Первым риском всегда везде стоит смерть. И вот человек это видит, да, что, ну, может, разное случится во время хирургического вмешательства, да, там, кровотечение, что-то пойдет не так, и чаще всего это вот они пишут имя по причине кровотечения. И, соответственно, это везде пишется, но обязательно не даются проценты, да. То есть, каков процент вот такого развития сценария. Люди читают, люди адекватно, объективно ко всему подготовлены. Если их что-то не устаивают, они могут позвать доктора, который будет заниматься ими, или хирурга даже, или даже анестезиолога, если у них есть какие-то вопросы к анестезии. И прямо по пунктам у него спросить, вот это вот со мной что будет, вот это вот со мной чего будет, а вот тут со мной чего будет. И они нормально, терпеливо объясняют. Вот вообще вот эта история с подходом, эмоциональным подходом в американской медицине мне очень нравится. То есть, там доктор, он не сторонний наблюдатель, да. Он не какое-то вот там, не знаю, божество, которому надо чего-нибудь бить и на полусобно так подползать, да. Он на равных, он человек, который обслуживает тебя, да. Почему в Америке, если вы смотрели всякие доктор Хаус, Грейзенатами и так далее, почему там доктора не носят белые халатики, да, вот, не знаю, там, в супер красивых одеждах они ходят под этими халатиками. Они ходят там в одноразовых штанишках и маечках, чтобы снял и выкинул, потому что они здесь и сейчас прийти на помощь в любой ситуации. Естественно, как бы риск замарата всеми биологическими жидкостями очень высок. Ну, вот, собственно, поэтому, да, они там очень по-простому одеваются. И это очень импонирует. Докторов там отдельно обучают этой самой вежливости. И, допустим, хамство со стороны доктора там абсолютно неуместно. Ни хамство, ни грубости, ничего такого. То есть даже если ты понимаешь, ну, вот, я как бы человек уже с немалыми знаниями, да, находящийся в контакте с человеком, и я могу глядить на человека, понять, что он чувствует внутри, да, то есть раздражает его, бесит, устал он, хочет он, заинтересован, не заинтересован, интересно, неинтересно. И когда там я с мамой ходила в больнички, да, в Америке, и сама ходила в больнички в Америке, и вот когда ты общаешься с доктором, начинаешь задавать ему дотошные вопросы. И ты понимаешь, что ему вот сейчас, ну, пипец, как неинтересно этому доктору, да, ты по лицу это видишь, но он стоит, смотрит тебе в глаза и говорит, I see, I see what you mean, я понимаю, что вы имеете в виду. И всё это абсолютно нормальным тоном. И он будет тебя слушать только, сколько тебе нужен, да. То есть вот в этом плане, конечно, для, наверное, упразднения всяких разных ядрогений, конечно же, первым делом нужно вот как-то воспитывать и изменять как раз-таки отношение доктора к пациенту и, наверное, налаживать искусство общения медперсонала с пациентом, да, для того, чтобы оно не было лишним фактором риска, а для того, чтобы оно было неким успокоительным фактором. То есть никогда, да, доктор не проявит себя агрессивно по отношению к пациенту. Ну, по крайней мере, это из того, что я видела. А видела я очень много и в Америке на курсах на этих, да. Мы общались с докторами, мы читали эти проспекты. Причём это всё этические кодексы, прописанные и соблюдаемые каждый день, да. То есть это не то, что там какой-то преподаватель-новатор думает, а давайте мы сейчас все будем вежливыми, да. Это реально существует в медицинских вузах в Америке курс по поводу того, как общаться с пациентом. Это вот просто браво, это замечательно. Вот такие вот истории. Но в наших реалиях мы должны уметь справляться с тем, что есть на сегодняшний день. И поэтому самое главное быть осведомлённым. Если вы идёте в больничку, вы должны прекрасно знать, да, что с вами может там происходить. И не настраиваться заведомо негативно. Ещё раз для того, чтобы всё лечение легло на ваш организм. Метафора, что называется, благоприятна, да, и с положительным исходом. Вот такое какое-то сегодня было видео-бродилка по истории медобщения, про яторгения, про явление, когда просто слово может спровоцировать полячку, чего делать не нужно. И, надеясь на главный принцип психоанализа, о том, что когда что-то неявное становится явным, оно перестаёт быть проблемой. Соответственно, если вы сегодня нашли в себе какие-то познаки ятрогении, осознали их, то значит, эта ятрогения над вами уже не будет властна. Ну вот как-то так. Всем хорошего времочка. Ждём ещё интересных видео. Пишем комментарии, сталкивались ли вы с таким проявлениями, может быть, у себя, у кого-то знакомых. Вопросы приветствуются. И, как вы знаете, всегда из какого-нибудь интересного диалога может родиться новое интересное видео. Всем хорошего настроения. Мы всегда где-то рядом. Бай-бай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...